Рассказ называется «Сон подрывника». Подрывное дело – вещь серьезная. Тут, если что, ну понятно. Вывезли весь курс на электричке в чистое поле. И потом марш-бросок на Лехтусе. Ребята знают. Всего-то километров 30. Но на лыжах, с сапогах, с оружием и с весьмешками. Как на войне. Чтоб понятно было, как оно на войне. Понятно стало, что на войне нам капец. Ну тут другое слово. Прямо сразу. Лыжи на сапогах не едут никак. И быстро стали поломанными досками. Снегу по самое неболую. Сто с лишним курсантов грибут по чистую полю с лыжами и матюками. А морозец к ночи под Питером крепчает. Не по-детски. Делать нечего. Часов через пять догребли до Лехтусей. Загнали всех в летнюю казарму. В летнюю. Попадали на парцерной кровати и матрасами накрылись. Так до подъема остывали. Подъем быстро наступил. Ночь курсов подпал. Бегает, пинает, чтобы вставали. Кое-как поднялись и в лес. В лесу занятия по подрюбному делу. Там уже все отработано. Капитан-сапер показал наглядно, как Бигфорда в шнур наискось отрезать, как запал вставлять, как спичку приложить и чиркнуть. Для примера подорвал шашкой березку в болотце, всех закидав грязью. Впечатлило. Дальше уже сами резали шнур и чиркали спичками. Взорвать ничего не удалось. Потому что курсантам ВВ, ну кто не знает, взрывчатые вещества, не давали. На всякий случай. Зимой в лесу темнеет быстро. А тут как раз команда. Занять оборону. Заняли. Стали окапываться. Кажется, впервые согрелись. Земля под снегом не промерзная. Пока копаешь, от нее пар идет. Ну и когда копаешь, греешься тоже. Однако выкопали. Залезли по окопам. И враг не наступает. Темно. Глаз выкали. Посидели так пару часов. Мороз себе крепчает. Понятно стало, что к утру тут. Замерзнем. Офицеры куда-то сгинули. Курсанты по лесу разбрились. Вот одна группка и набрела на старый блиндаж. Да с буржуйки. Набились туда и печку затопили. А в том блиндаже и нары даже сохранились. Вот заполз один боец наверх на нары. Да и задремал так в теплом дыму. Снится ему странный сон. Будто он во сне страшно замерзает. Прямо в лед. Но будто бы это не настоящий холод. А только снится. Все глубже уходит курсантик. В этот замороченный круг. И не проснуться ему никак. Печка погасла. Все ушли из блиндажа. А того наверху не заметили. Вдруг кто-то начинает этого курсанта тормошить. Только боец в талии не гнется. Задеревенел. Как буратинка. Ну как-то сержант этого пацана разбудил. Тот сначала пошел. Шатаясь. Потом побежал. На негнущихся ножках. И в сумерках они бежали. Натыкаясь на деревья и кусты. Но прибежали к дому. А в этом доме с горячей печкой. На полу и на столах. В повалку спал весь курс. А на кроватях храпели пьяные офицеры. Утром в избе сдали зачет по подробному делу. Считали по формулам. Сколько там и куда заложить. Чтобы гарантированно взорвать чего следует. Потом вернулись в расположение. А в столовку пошли без шинели. Морозный ветерок теперь казался теплым бризом. В Питер вернулись без потерь. Только кожа на лице и руках облезла. Но никто не простудился. Подрывной видела, если по уму.